Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой тест особого материала, который все чаще используется в мотоэкипировке. В компании Elite этот материал называется 3DF. Производитель пишет обычно в названии модели, что этот модель используется именно с этим материалом. Вот например черепаха Elite 3DF AirFit, в которой есть две разновидности материала 3DF. К примеру, тут используется мягкий материал, как подобие мягкого пластика, достаточно такой мягенький, а в спине здесь такой пеноматериал прессованный получается, состоит из нескольких частей, но защита у них защитные свойства одинаковые. На самом деле этот материал известен достаточно давно. Это такой специфический гель, имеющий свойство не ньютоновской жидкости. Основная особенность таких жидкостей резко меняет свою плотность при увеличении скорости сжатия. То есть в обычном состоянии это мягкая податливая смесь, а при нагрузке она мгновенно уплотняется и становится жесткой, похожей на прочный пластик. Эти характеристики делают 3DO идеальным продуктом для различных защитных целей и в настоящее время используются во многих областях, включая защитные элементы мобильных устройств и спортивные экипировки. Вот в руках у меня сейчас один из элементов защиты как раз с материалом 3DF. Сам по себе материал очень мягкий и податливый, то есть его можно гнуть, мять и в общем-то сделать с ним все, что захочешь. Но при ударе, довольно сильном и жестком, материал мгновенно твердеет и распределяет всю ударную нагрузку на большую площадь. Ну и давайте попробуем проверить, что же будет с помощью молотка, если мы ударим по чему-нибудь мягкому через вот эту вставку литовскую 3DF. Давайте проверим распределение ударной нагрузки на самом обыкновенном кусочках сахара. Здесь у нас стандартный пеноматериал, а это у нас материал именно 3DF. Вот как-то не очень. Попробуем. Ну короче, я уже даже сильнее ударил. Прям совсем сильно. В итоге мы увидели то, что с помощью материала 3DF ударная нагрузка распределяется на все 3 кубика, в отличие от обычной пенки. Нам часто задают вопросы, как ведет себя данный материал в условиях такой русской зимы. Я предусмотрительно положил один такой фрагмент к нам в морозилку. И сейчас давайте посмотрим, что же с ним будет после нашего эксперимента. Вот кусочек, который я достал сейчас из морозилки. Проезжал он там достаточно долго. Он стал достаточно жесткий. Прям как пластик почти. Но это у нас, конечно, уже эксперимальный эксперимент. Потому что, к примеру, когда вы катаетесь, он не будет таким твердым, как сейчас, как пластик. Потому что от вашего теплотела он как раз и будет согреваться. И таким вот прям дубовым он не станет. Вот. Прям достаточно жесткий. Попробуем с молоточком. Ну, как видим, с материалом ничего не стало. Собственно, вот я бил могу даже еще. Вот так вот бил. То есть вот мятины остались, но когда он уже согреется, мятины разойдут как раз таки и будет все нормально. Мы здесь уже один кусочек попробовали так и на батарею положил. Он как раз и уже распрямился и стал таким же, как и был. Ну, в отношении холода я дам вам один совет. Не стоит данный материал. В принципе, хранить его можно, да, там где-то в гараже, когда зимой, в морозилке, не знаю. Но при этом перед использованием его желательно отогреть. Потому что если на морозе его попытаться согнуть, он может лопнуть. Так как материал становится как пластик. Но при этом он такой достаточно хрупкий после мороза. Вот. Либо хотя бы там, ну, не гните его, не мните. Подождите, когда он отогреется до комнатной температуры. Ну и можно смело одевать и в бой. Таким образом, материал 3df интересен тем, что в обычном состоянии он достаточно гибок и комфортен. Но при ударах он дает такую сильную защиту, очень похожую на защиту как пластиковый. Кстати, у разных производителей материал называется по-разному, но суть у них всех примерно одинаковая. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!